В этом видео вы узнаете доводы против бетонной версии строительства пирамид Египта, представленной профессором Игорем Блазировичем Давиденко в фильме «Большой обман Древнего Египта». Здравствуйте, уважаемые зрители, вы смотрите канал Инженер. Рассмотрение всех за и против бетонной версии может потребовать многочасового видео. Поэтому в данном видео будут предложены контраргументы доказательствам, приведенным профессором Давиденко. Видео «Большой обман Древнего Египта», если такие доказательства в нем вообще есть. Ссылку на видео смотрите в описании. Своё мнение по поводу выводов можете высказывать в комментариях. В рассматриваемом видео можно выделить три отрывка, в которых упоминается о пирамидах и способах их постройки. Это отрывки с 26 минуты 16 секунд по 28 минуту 58 секунд. С 29 минуты 10 секунд по 50 минуту 8 секунд. Из часа 0,9 минуты 40 секунд по час 20 минуты 56 секунд. Первый и третий отрывки об изготовлении блоков. Второй – о строительстве пирамид. В сумме получается 45 минут. А если выделить только те моменты, когда приводятся доказательства бетонной версии, то получится чуть более 7 минут каких-то доказательств. Для анализа доказательств бетонной версии будут использоваться фото- и видеоматериалы из других источников. Поэтому, если среди зрителей канала найдутся специалисты в строительстве или видевшие пирамиды своими глазами, будет интересно узнать ваше мнение о приводимых доказательствах. Обратимся к первому отрывку. Сначала изготовление блоков египтянами сравнивается с выдалбливанием пещер в скальной породе коптами. Мол, для изготовления блоков пирамид нужны железные инструменты, как и те, что использовали копты. Для того, чтобы проверить наличие того или иного эпизода в анализируемом видео, в верхнем левом углу экрана будет указываться хронометраж. У коптов, в отличие от древних египтян, были более эффективные средства труда. Вот они ими и пользовались. К тому же можно сравнить сроки постройки пирамид и пещерных храмов. И не совсем ясна логика. Для того, чтобы строить пирамиды из блоков, нужны технологии коптов 20 века. А чтобы кроме добычи известняка еще и молоть его, такие инструменты не нужны? Затем профессор устраивает бомбардировку фактами, с которыми трудно не согласиться. Например, что в фильмах про строительство пирамид египтянами используют кадры из фильмов про коптов. Кто-то снял фильм и потом выдавал его за изображение, вот как делались большие блоки пирамид. Со временными инструментами, между прочим. Пусть это так. Как это доказывает невозможность постройки пирамид из блоков известняка? Далее следует голословное заявление, что перемещение таких огромных блоков не выдерживает никакой критики. Абсолютно не выдерживает критики идея передвижения больших блоков и больших масс горных пород. Это совершенно невозможно. Хотя при этом имеются как аналитические, так и практические исследования этого вопроса. Более детальную оценку бездоказательному отрицанию давать нет смысла. А если копнуть глубже, то можно убедиться в том, что так называемые доказательства изобилуют ошибками логики или ложью. Продолжение следует...